Привет всем! Вы на канале Валери Лайф. Сегодня мы едем в парк аттракционов, который называется Ля Ронт. Мы купили годовые абонементы и теперь можем туда ездить чуть ли не каждый день. Поэтому я вас приглашаю проехаться вместе с нами. Поехали! Ля Ронт – это огромный парк аттракционов, который находится на острове Святой Елены в Монреале. Территория парка составляет примерно 60 гектаров. Парк был открыт в 2001 году. На территории парка расположено 42 аттракциона. И за сезон парк пропускает через себя примерно полтора миллиона посетителей. Для того, чтобы попасть на территорию парка, нужно, конечно, приобрести билеты или, как у нас, иметь сезонные абонементы. Для начала нужно пройти контроль. На контроле проверяют ваши сумки для того, чтобы вы не пронесли какую-либо еду, колющие или режущие предметы. То есть на территории парка нельзя проносить еду. Это сделано специально для того, чтобы посетители питались в местных кафетериях. Честно говоря, очень выгодно приобрести сезонный абонемент, потому что его стоимость примерно такая же, как и стоимость одноразового билета. Плюс, когда вы приобретаете абонемент, вам выдается книжечка с купонами, в которой есть несколько купонов, по которым вы можете пригласить своих друзей. Есть купоны бесплатные, просто вы предъявляете купоны и ваш друг проходит. Есть купоны со скидкой 75 и 80%. Так как парк Ля Ронд был выкуплен американской корпорацией СИС ФЛАКС, на сегодняшний день с вашим сезонным абонементом вы можете посетить чуть ли не любой парк этой корпорации. То есть ближайший парк находится в трех часах езды от Монреаля. Обладатели сезонного абонемента имеют право на бесплатную парковку возле парка. Те, кто приобрел билет в Ля Ронд, оплачивают парковку в размере 25 долларов. А те, кто просто приехал без билета, для них парковка целых 50 долларов. Поэтому мы, как обладатели абонемента, имеем право бесплатно оставлять свою машину на парковке. К сожалению, еда на территории парка оставляет желать лучшего. Но так как нельзя с собой проносить какие-либо бутерброды или какие-то перекусы, мы берем еду с собой и оставляем ее в машине. Когда мы проголодались, мы просто подходим к машине. И так как стоянка находится в парковой зоне, то мы устраиваем себе небольшой пикник. Для тех, кто еще ни разу не был в этом парке и хочет пойти, я рекомендую приезжать в парк. Или рано утром, то есть к его открытию. Или поздно вечером, то есть часам к пяти. Потому что в середине дня, даже несмотря на то, что это будет будний день, людей всегда много. И вам придется стоять в очереди на каждый аттракцион. А если вы приедете вечером, например, а парк закрывается в 9 вечера, то за 2-3 часа вы сможете обойти все аттракционы, при этом нигде не будете стоять в очереди. Кому стоит приобретать сезонный абонемент? Если ваш ребенок старше 5-6 лет, и вы не работаете все лето, или вы просто студент и на каникулах, то это очень хорошая и недорогая возможность чем-то занять себя во время каникул. Но если ваш ребенок в возрасте до 5 или 6 лет, тут уже смотрите по своему ребенку, то я вам рекомендую найти где-то купон на единоразовый вход в этот парк. Потому что одного раза вашему ребенку будет более чем достаточно. Книжечка с купонами выдается на каждый абонемент. В нашем случае 2 книжечки с купонами. Я вам хочу сказать, что очень много бесплатных купонов было именно на начало сезона, то есть до июля месяца. Эти купоны можно было использовать как в будние, так и в выходные дни. А вот высокий сезон июль месяц лично у нас фактически нет купонов, точнее бесплатных купонов нет вообще. Есть только 3 купона по 70% скидки от стоимости входного билета. И эти купоны можно использовать только в будние дни, к сожалению. Также достаточно бесплатных купонов выпадает на конец сезона, то есть на сентябрь-октябрь месяц. Отключение хочу сказать, что если вы любитель острых ощущений, и у вас взрослые дети, и у вас свободное лето, то этот абонемент очень интересное и выгодное приобретение. Но если вы работаете, и у вас маленькие дети, то я не советую вам покупать этот абонемент, потому что купив этот абонемент, вы подсознательно будете себя затягивать в этот парк. Ну вы же уже заплатили. Конечно, нам нравится ездить в парк Леоронто, и первое время мы его посещали чуть ли не каждую неделю, но я, например, не уверена, что в следующем году, даже если я не буду работать в летнее время, я приобрету этот абонемент. Как ни крути, но все аттракционы уже начинают потихонечку надоедать. Так что принимайте решение самостоятельно. Нужен вам или не нужен абонемент на следующий сезон. Субтитры подогнал «Симон»